Более 40 мероприятий, встречи с известными российскими писателями, детская программа и показ фильмов на пленке. И это только малая часть всего, что за два дня происходило на Южноуральской книжной ярмарке. Ее история началась еще в 1999 году, однако в этот раз ее масштабы вышли далеко за пределы библиотеки. С 2015 года, в год литературы, ярмарка приобрела масштабный характер. И в 2004 год мы организуем, на наш взгляд, интереснейшие, крупнейшие события. Это настоящий праздник книги, чтения, это праздник для читателей, для авторов. И всем нравится общаться в формате творческих встреч, презентаций. Все уходит и с книгами, и с серьезными впечатлениями. Самое главное, что в этом году мы выходим в пространство городское. Мы вышли за пределы Челябинской универсальной научной библиотеки. И хотим, чтобы читатель сегодня... То есть мы максимально приближаемся к читателю. Хотим, чтобы читатель сегодня узнал, чем живет библиотека, чем она богата, и что читатель, в свою очередь, может получить от сегодняшней библиотеки. Центральным событием ярмарки стали встречи с известными российскими писателями, которые проходили в форме живого диалога. Самое интересное в читателях – это сами читатели. Вы никогда не угадаете, какие люди придут вам на встречу, и о чем они вас спросят. Наверное, я не вспомню самые интересные вопросы, потому что неинтересных практически не бывает. Как не бывает неинтересных людей. Одно из самых сильных впечатлений – это на одну из встреч ко мне подошел мужчина, взрослый, уже седой, в общем, такой совсем-совсем не мальчик, и сказал, поблагодарил меня и сказал, что у него умерла мама, и если бы не моя книжка, он бы пережил это с большим трудом. Мне было очень приятно и радостно, что я смогла помочь хотя бы одному человеку своей книжкой. В первую очередь, это книги о необычных, о необычных вещах, людях, существах, которые нас окружают. Которые мы можем увидеть, но из-за нашей бытовой повседневности, из-за того, что мы привыкли к какому-то базовому набору поведений в своей обычной жизни. То есть, когда утром встал, очистил зубы, завтракал, приехал на работу, отработал, вернулся домой, посмотрел телевизор, брак спать. И получается так иногда, что мимо нас проходят очень интересные события. Не потому, что мы не хотим их видеть, а потому, что мы просто их не замечаем именно из-за того, что разучились в вере чудеса. Там можно делать все, что угодно. То есть, придумать любой мир, придумать любых героев, придумать им любые испытания. Он красочный, необычно, не похожий на наш. То есть, мне нравится все, что не похоже на вот окружающую серость. За два дня 4000 человек посетили самое масштабное литературное событие года, которое не оставило равнодушными поклонникам интеллектуального досуга.